книга открытым оком том 20 тема вера вопрос 3357 апостол павел призывает стремиться к почести вышней но где этот критерий ясно что это святые но что нужно для того чтобы не то чтобы быть канонизированным но быть бы подобным им отвечает игнатий тихонович лаккин такой призыв был тогда когда никакой канонизации речи не было ибо любая канонизация есть антиевангельский вызов правосудию божию и предвосхищение суда божия филиппийцам 3 с 13 по 14 стихи братья я не почитаю себя достигшим а только забывая задние и простеряясь вперед стремлюсь к цели к почести вышнего звания божия во христе иисусе впереди павел говорит о полном отречении от своих плотских преимуществ от всех прелести мира ради познания христа чтобы староверческая монашеская праведность даже не путались под ногами он все возложил на жертву единородного сына божия что он ответил на голгофском кресте и даром даровал спасение оправдав раз и навсегда стих 9 и найтись в нем не со своею праведностью которая от закона но стою которую через веру во христа с праведностью от бога по вере если человек искренно принял христа спасителем и будет совершать дальнейший жизненный путь с максимальной отдачей как на стадионе спортсмен чтобы быть первым то он неприятно будет со христом в вечности подражать нужно тем кто слышал голос духа святаго выполнял его повеление и был далек от духа лжи только что пришел из покровского собора знакомый и рассказывает что разговаривал с иеромонахом августином в рождественскую ночь который пожаловался что знаний не хватает ему предложили ходить на занятия по изучению библии батюшка спросил кто ведет занятия когда же услышал что лапкин то он тут же выдохнул в кавычках гордый сектант и ведь ни разу не встречались с ним из моих книг читал ли что скажут что он так слышал так научен согласен но тогда где же вера в бога водительство духом святым римлянам 8 9 но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет вас если же кто духа христова не имеет тот и не его если скажет что он имеет духа божия то как же может он верить лжи и распространять ложь и даже рождественская служба со своим архиереем его нисколько не подвигло к истине как же он может с этим духом уже жить спать есть молиться и причащаться значит полная и совершенная покинутость духом божиим 3 царств 22 22 он сказал я выйду и сделаюсь духом живым в устах всех пророков его господь сказал ты склонишь его и выполнишь это пойди и сделай так и не один же такой августин здесь а почти девяносто девять целых девять десятых процента с их архиереем в купе но если такой августин сегодня будет убит кришна и там то его вполне могут канонизировать хотя дух лжи так и остался в его сердце в душе и в устах если же такой сподобится заложить монастырь то это уже ступень канонизации хотя ни одного намека на такую канонизацию нет в библии строится царство попов и монахов нужно просить бога чтобы не быть похожим на них а быть похожим на первых христиан которые уверовав во христа неси несли благую весть по земному шару 1 коринфянам 4 16 посему умоляю вас подражайте мне как я христу тем кто любит христа верит что он явился в мир родился от девы марии им уже уготован венец славы от бога и иеговы 2 тимофея 4 8 а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день он и и не только мне но и всем возлюбившим явление его тем кто не проповедует об имени иисуса кто не подражает апостолам и другим благовестникам вообще подражать неповелено а значит они весьма сомнительно для спасения евреям 13 7 поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их пороскинь-ка умом где община и дом где мы будем совсем не в гостях если знаем сподобимся значит дойдем не запутались в интерсетях есть подумать о чем и кому преклонить жизнь бесцельную не ошибиться он слезинки сотрет с почерневших ланит свое время обрящешь там в списках пороскинь-ка умом если разум есть в нем кто мы были и кто теперь есть никогда не бываем одни но вдвоем а второй облегчает мой крест страшно страшно подумать что мог быть слепым оказаться без веры слепым атеистом и тогда ничего лишь на дмине дым по наклонной к могиле скатиться пороскину умом хоть ума не палата но смотря на соседи и их молодежь быстро все них паду буду ахать и плакать почему же ты их как меня не найдешь было много утрат и потерь целых лет зряшно глупо и в суе потраченных щедро пороскину у мишкам которого нет позволял свои годы безумию черпать мне не хватит ума позабыто немало сколько милости чудных уже пережил для ревизии прошлого время настало добровольно меняю духовный режим пороскину и книги за спину закину книга ноши под старость сподобился стать не вот рыбку тяни а не ряску и тину рыбаком стал в артели еврея христа пороскину куплеты пусть строчки дуплетом отрифмовано бьют освещая вопросы я не против отдать композиторам спеть их и пройдет этот стих словно баржа на тросе 7 декабря 2006 год игнатий тихонович лапкин